на просторах интернета другую тенденцию проследил я когда-то предсказывал это в эфирах я сейчас немножко другую тему затрону по блогерам по блогерам миллионникам не знаю пойдет это для отдельного ролика хочется сделать отдельный ролик но сделаем так если я все-таки сделаю этот ролик то подписчики этих людей возможно придут на мою площадку и будут это дизлайки ставит гадости писать значит для них те которые думают что я хочу хайпануть мне просто очень удобно теперь показывать этот ролик значит я уже хайпанул полтора миллиона для моей площадки просмотров мало кто блогер может похвастаться у кого 30 тысяч подписчиков то есть если этот ролик все-таки будет я его делаю не для хайпа а для других целей полтора миллиона а этот ролик если его выложу на максимум 20 тысяч посмотрят из-за дислайкает значит конечно я хочу ошибиться и кстати в зависимости от того что я сейчас озвучу может быть история изменится для определенных групп и людей значит в интернете вы можете найти с легкостью топ блогеров вот допустим 100 блогеров миллионники кстати когда-то был на первом месте иван гай теперь его подвинули маша и медведь и еще от какой-то вот тут 100 блогеров миллионников значит есть площадке которые оккупанты созданы их по всей видимости трогать не будет но выскочек выскочек миллионников будут подчищать значит первый пошел иван гай может быть он и еще и жив и здоров но доступа к интернету у него насколько мы видим нету последний раз он выложил свой ролик пять месяцев назад но вы поймите что из вас кто-нибудь отказался бы вот иван гай на своем канале зарабатывал но где-то 100 тысяч долларов в месяц то есть американцы соединенные штаты с небоскребами находится вот тут я понимаю что это звучит фантастически но я я я не знаю что мне сказать я вот первый раз услышал а вот этой теории я рад гостях максим ожерельев если вы напишите на ю тубе вы запросто найдете у канал 100 тысяч долларов в месяц вы бы отказались бы вот так вот просто уйти канала и отказаться от такой суммы денег думаю нет официально он якобы начал учиться в каком-то польском учебном заведении вообще не знаю учиться учатся для чего чтобы зарабатывать деньги по моему он за пять лет уже заработал 100 когда свой обканали что может как говорится не учиться но кто-то скажет но он может творческий человек ему 20 лет и он хочет какую-то профессию постичь да возможно он хочет ради собственного как говорится благо ну знаете вот допустим я бы изучил бы примеру что нибудь связано с программированием там 3d графику рисовать возможно он пошел в этом направлении не не для обогащения а потому что ему вот хочется рисовать там хочется владеть этой профессии просто научиться но явно иван пошел кстати он родом из украины насколько мне известно во всяком случае он так в одном из роликов своих сказал я зараз нияк не одяга на этом усилипу народжен и в украине тут-то я и я украины вот все его убрали жив он не живу ну надеюсь что он жив 5 месяцев у нету вторых убирает миллионника весь к такой канал не магия их уже три месяца нету то есть они выпускают ролик на некого банкира после этого к ним агин на дом заламывается полиция выламывает топором дверь и уже ребята уже три месяца ничего не выпускают вообще вот кстати на примере немаги я хочу вам показать вообще схему что произошло то есть вот видите вот этот ролик желтой иконкой то есть миллионер олег какой-то там теньков рабство банка значит в один прекрасный день скорее всего этих двух ребят появляется заказчик вот я этого заказчика пометил красным цветом заказчик обращается к посреднику с определенной суммой денег и говорит смотри есть канал не магия смотри есть канал не магия дай этим хлопцем бабок пускай сделают ролик на вот этого банкира он дает деньги и те не задумываясь сделать ролик а главное этот заказчик говорит вы главное дерьма побольше на вентилятор если вы посмотрите ролик они там его оскорбляют всякими словами вот они выпускают этот ролик этот банкир якобы официально обиделся и подал на них суд на самом деле заказчик достает из второго кармана другую сумму денег и нанимает из правоохранительных органов карательную экспедицию то есть домой приехали к этим ребятам реальные полицейские не коллекторы как вы думаете там не какие-нибудь там сявок наняли а именно реальные которые состоят на службе в российской скажем так если вы сейчас докажете что вы гражданин российской федерации вам положено мерседес за 8 с половиной миллионов значит в конституции российской федерации написаны следующие слова конституция российской федерации действует на всей территории российской федерации вы мне можете показать документ по которому российской федерации получила хотя бы один квадратный сантиметр земли от рсфср или от ссср таких документов природе не существует состоят на службе в российской скажем так вот этой структуре им заплатили и денег и пацанов как говорится жестко прессанули вот то есть с одного кармана вообще что я вам показал вообще в принципе так разворачиваются все схемы которые нашем мире то есть всегда есть один заказчик и есть как бы два лагеря дан всегда и вот этот заказчик эти два лагеря спонсирует левых и правых значит кто следующий возможно юрий хованский или миллионник соболев скорее всего они оба выскочки и не являются проектом мирового правительства миллионников будут убирать потому что хлопцы рубят капусты по 100 тысяч долларов в месяц а кому понравится такая мулька самое интересное что предположительно все блогеры которые будут пропадать они посещают дружко шоу помните когда-то когда дружко шоу появилась я сказал что смотрите он начал миллионников подтягивать к себе на площадку и эти миллионники скорее всего будут пропадать ну первого по моему на ванга я подтянул он пропал за счет ребят они магия не буду говорить не знаю искал может и есть ролик где они были в гостях может нету но скажем так не принципиально значит вот этот список если это не мировое правительство вот эти блогеры выскочки которые косят капусту они не нужны такие выскочки мировому правительству вот именно буквально мировому потому что но суммы которые они допустим ну получают они в общепринятом плане на себя человек не может потратить поэтому он начинает обогащать свой круг близких до кому-то машину подарит кому-то квартиру ну грубо говоря я утрирую блогеров я не проверял может мне кто-то скажет что еще блогеры к этому пропали которые перестали вещать за это время я же не могу все отслеживать я и так извините меня занимаясь определенным направлением заметьте держу стараюсь держать руку на пульсе по всем фронтам этот ролик кстати может даже и предотвратить уход хованского и соболева потому что им придется перегруппироваться ночь заказчиком но хотя вы вы знаете это изменилась вот я сказал америке нету год назад а что изменилось ничего не изменится вот я сейчас сказал что соболев и хованской будут отстранены отдела что от этого изменится ничего не изменится они будут отстранены отдела на физическом уровне или так их скажем так уберут это другими какими-то способами неважно youtube не нужны миллионники youtube не нужны миллионники те которые выскочки вот ну что еще добавить единственно что подожду если может ролик отдельно я сделаю может кто-то подскажет что какие-то еще миллионники пропали но миллионники будут пропадать они будут пропадать от кто следующий будем делать ставки соболев или хованский время покажет а сейчас передаю слово и подумаю немножко обращу внимание действительно на комментарии в какой-то мере соглашусь что хованского не тронет он представитель бога избранной расы да